Так, решила скачать себе какую-нибудь игру про драконов, потому что у меня вообще никаких игр оказалось нету, которые мне могли быть интересны, только Флаппи Драгон и Майнкрафт. Не, ну вообще есть какие-то у меня другие игры, но в которые я особо не играю. Вот, тут Флаппи Драгон мне знакомый, я вообще ищу сейчас такую игру. Драгон Скай. Я не помню, Драгон Скай ли это. Вот ищу такую игру, которую я когда-то давно скачивала, там надо было... Блин, не помню, что там надо было делать. Вообще ничего не помню про эту игру. Там просто на иконке этой игры был, так самый, какой-то голубой дракон и всё. Это всё, что я помню. И то, что там, по-моему, в названии было слово Скай. Ну не Скай, а Скай. Ну-ка. Может, я её так найду? Ну, просто, правда, про неё ничего не помню. На самом деле, много симуляторов драконов скачивало. Прямо очень много всяких. Там, помню, был один какой-то симулятор, который мне не понравился из-за того, что там был мир пустой. Этот дракон, знаете, на скриншотах игры такой смешной был. Я мем сделала. Да. Нет, что-то пока не нахожу. Ну, да ладно. Ну, только не говорите, что вот это вот, что это вот дракон Скай. Это не дракон, не дракон Скай. Хотя, знаете, сейчас зайду в GetUp, там есть. Так, смотрите, набирай игры. Игры про драконов. Не, ну, конечно, можно, надо брать Dragon Kitty просто. Это сразу там будет какая-то игра. Вот это, кстати, симулятор дракона онлайн у меня. Он стоит. Это он у меня скачан. Но он мне раньше нравился, сейчас что-то нет. Это, кстати... Блин, опять эти уведомления. Кстати, вот этот вот симулятор дракона, ну, тот, который я только что показывала. Там, где красный дракон был, сейчас вам покажу. Сейчас тыкну. Вот. Вот этот. Он, кстати, от создателей Вилдкрафта. Давайте сейчас наберу Dragon Kitty. Вроде так пишется. Да, вот, смотрите, сразу нашла. Симулятор дракона. Игры, нифига себе, это еще не видела. Наверное, здесь это не какая-то фигня, потому что много пересмотрела, много перескачивала всяких симуляторов про драконов. Многие из них, по ощущениям, были какие-то сырые. О, Хейдэ, кстати. О, блин, вообще помню. В шесть лет обожала эту игру. Пятерка, кстати, у нее стоит. Ну, заслуженно, я считаю. Мне нравилась эта игра. Не знаю, как она сейчас. Это что такое? А, это... Ну, вот уж не знаю, правда это или нет. Какой-то Валберис. Ладно, наверное, тут не будет каких-то отзывов. Так. Драгон Китти мы вбили в поисковик. Хуй, 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 хуй. Драгон Китти мы вбили в поисковик. Что там еще была? Дракономания, я помню. Дракономания. А что, дракономания-то нет? А, вот они. Что-то у меня Bluetooth подключился. Все. Чтоб не втыкал. О, кстати, я была на том Увенте с Джунипер. Вот эта вот лисенка, я точно помню, что звали Джунипер. Я ее выиграла. Но потом, потом у меня это самое почему-то блин, ну то ли там было написано в плей-маркете. Раньше эта игра была доступна и в плей-маркете, но сейчас нет. И, короче, я помню, там было написано у меня, типа, вы не можете зайти, ну потому что надо было обновить игру, а я засла в плей-маркете, чтобы обновить, и там не получилось обновить, так как было написано недоступно в вашей стране. Сейчас только в GitUps осталась вот эта вот игра. Ну, может, там где-то еще в интернете можно ее нарыть, не знаю. Короче. Ну, я ее скачивала через GitUps, ну, нормально вроде как. Но я ее потом все равно удалила. У меня, кстати, была какая-то игра... А, Dragon Kitty, точно! У меня там был, кстати, героический дракон. У меня на канале было видео, где я там вылупляла героического дракона. Точнее, не вылупляла, а просто показывала. Вот эту игру «Укротите драконов» я, кстати, тоже скачивала. Но мне дизайны не понравились дракончиков. поэтому я ее удалила. Ты показалась какая-то... Да и мне кажется, она была какая-то скучноватая. Да, Dragon World. Ну, это да. Как всегда, просто складываешь там три каких-то фигни просто. Ну, смотрите, есть какая... Каких-то три яйца, да, ты на одном зажимаешь, одно зажимаешь, и там, короче, они стакаются, и появляется какое-то новое яйцо. И, типа, надо было еще собрать еще два таких яйца, чтобы опять стакать вот эти вот еще три яйца, чтобы получилось еще одно какое-то новое яйцо. Но это скучная игра, я не люблю такое. О, Dragon Land. Я, кстати, по-моему, через GetUp скачивала, но у меня не получилось поиграть, потому что там было написано, типа, они подключились к интернету. Ну, не знаю, может, просто тоже из-за того, что в моей стране недоступно. Хотя, вроде, через GetUp можно скачать. Ну, через Play Market вообще нет. Вообще нет. Ее там нету. Хотя, помню, вот эта игра мне тоже очень нравилась. Dragon Land. Прямо ее обожала. Я раньше ее задротила. Ее раньше, знаете, там был такой режим игры. Он, по-моему, назывался Аркада или как. Это еще мои на уши кипикают. Он, по-моему, Аркада назывался или как. И там, короче, за тобой какой-то призрак гонялся в виде какой-то мухи, обычного какого-то врага из игры. И типа, надо было от него убегать. Если он тебя поймает, тебе все капец. Ты умрешь, потому что у тебя одна жизнь. По-моему, в обычном режиме игры у тебя там много жизней достаточно. Ну, не много, а нормальное количество. То есть она у тебя не одна. Вот. В режиме Аркады она у тебя одна. Вот вообще, давайте я покажу вам свои игры про драконов. У меня есть Dragon Simulator, у меня есть Dragon Sim, у меня еще были игры про драконов. Так, так, так. Вот, Мэтт Драгон Дефенс тоже. Давайте-ка. Давайте теперь в Google Play поищем. Игра про драконов. Хотя, не, я уже вбивала. Блин, забывала уже. Так, ладно. Еще я помню, какая-то игра была. О, кстати, я вам не рассказала про ту игру. Как она называлась? Сейчас посмотрю. Вот. Dragon Simulator 3D. Там, кстати, физика есть. Очень прикольно. Типа, когда ты пикируешь, ты, когда снова раскрываешь крылья, ты летишь быстрее. Я, когда это увидела, так обалдела. Так, вау, круто. Хотя, по-моему, игра давно не обновлялась. Сейчас посмотрю. Dragon Simulator. Что произошло? Dragon Simulator. Симулятор 3D. Да, 3D. Вот он. Там, кстати, много скинов. Мне эта игра раньше нравилась, а сейчас, хотя сейчас что-то поднадоело. Я помню, я так хотела скин, какой-то там был такой фиолетовый. Вот, вот он. Вот этот дракон. Вот этот дракон. Я раньше так хотела этот скин вообще. Ну, кстати, заполучила его. Там надо просто квесты выполнять. Подходишь к какому-то дракону с знаком вопроса. И, короче, берешь у него задание. Главное, вот игру играть без интернета. Потому что, если будет включен интернет, когда ты берешь задание у дракона специального, я, короче, каждый раз, когда ты на него нажимаешь, высвечивается реклама. Это очень неудобно, поэтому я всегда выключаю интернет, когда в эту игру начинаю играть. Там еще, кстати, есть параметры, вот. Типа, хочешь настроить как-то своего персонажа? Вот, хочешь, пусть у него будут прямые рога. Ну, так, по-моему, можно было сделать, чтобы у него были прямые рога. А, не, или нельзя. Не помню. Давно играла в эту игру последний раз. Хотя, не, недавно, конечно, там делала скрины всяких поз летящего дракона. Ну, а так-то, прям играла я давно. Там еще, кстати, можно семью заводить с помощью мяса и опыта, который ты получаешь от, ну, как это их назвать? Ну, грубо говоря, от своих жертв. Ну, это какие-нибудь коровы, там, домашний скот всякий. Может, даже люди. От людей ты больше опыта получаешь. Но вообще, они не дают мяса. А это что такое? Какой-то мультиплеер. Интересно. Потом скачаю как-нибудь. Ну, просто у меня уже запись длится 11 минут. Но у нас будет глянуть. Ну, это мне не интересно. Просто по какой-то локации определенно летаешь. Не очень. А вот это я не помню, скачивала или нет. По-моему, не скачивала. Судя по оценке, эта игра так... Почему 16 плюс? Хотите сказать, там кровь есть? Ну, меня это не пугает, кстати. А вот эту игру скачивала, да. Она была очень скучная на самом деле. Ой, надо поставить свой телефон на зарядку, а то у меня запись сейчас выключится. Короче, вот эта игра была довольно скучная. Там просто, короче, есть два режима игры. Это когда ты просто идёшь. Это когда ты просто исследуешь мир. Не, по-моему, когда ты выполняешь какие-то задания. Да, по-моему, когда ты выполняешь какие-то задания. И есть такой режим, вот это вот, видите? Когда ты с кем-то дерёшься. Ну, это неинтересно. Это ты просто короче, мочишь своего бессмертного противника, потому что я не помню, чтобы у меня получалось его убить. Он, кстати, за мной постоянно бегал, я от него отрывалась всегда. Кстати, чего насчёт других игр? Я про Dragon Kitty вообще почти ничего не сказала. Ну и про другие игры тоже. Вот эту игру не скачивала. На самом деле, год назад что-то как... О-о-о! Вот это вот, вот это вот. А, не, просто текстурка такая же. А я скачивала, нет? Ну почему-то что-то такое я помню. Может быть, скачивала, но мне не понравилось, я удалила и даже не запомнила. Ну потому что я правда качала прям всё, что было, потому что я обожаю драконов, я просто качала всё, все игры, которые мне попадались на пути про драконов. Ну была как... О, вот это, наверное, Тайгра. Вот эта моделька очень похожая. Вот эта моделька вот этих вот драконов очень похожая. Так-так-так... На самом деле, год назад всё скачивало. Мне кажется, что-то изменилось. Вот эту игру, кстати, тоже качала. Не поняла, как в неё играть. Как-то какое-то кривое управление у неё было. Не знаю, может сейчас изменили в лучшую сторону. Ну и, короче, мне не понравилось, я удалила. Это у меня, если что, коробка от наушников щёлкает. Мне просто нечего делать. Я ей щёлкаю. А, вот это что за игра была. Симулятор выживания дракона. Вот тут точно знакомая локация, да, вот это дерево. Я его помню, отлично. Короче, там довольно пустая, это довольно пустая игра, там просто... Есть несколько островов, ты можешь летать туда-сюда. К одному, к другому. Но мир на самом деле пустой, так что играть в игру не очень интересно. О, это, кстати, обновили, что ли? Вот эту игру. Потому что я помню, что, кстати, да, называлась вот та игра, про которую я только что говорила. Симулятор полета дракона. Ее, походу, обновили. Вот эту вот игру я тоже, по-моему, играла. Или это просто модельки... Или это просто какую-то похожую модельку с коммунителей. Я не... Ну... Вот в эту игру про лошадей я тоже играла. Вот в эту. Ну, вот уж не знаю, не знаю. Может, играла, может, не играла. Блин, капец, вообще не помню, в какую... В какие игры играла, в какие не играла. Вот это выглядит как фотошоп. Да, поэтому, скорее всего, это неправда. Нечего искать. Поговорите драконов 3, да? О, кстати, помню, была такая игра, но она не про драконов, а просто про чудовищ Монстр Легендс называлась. Сейчас она вообще в такую донатную помойку скатилась на самом деле. Помню, где-то лет 6 назад в неё играла. Она мне так нравилась. У меня там был любимый дракон, который назывался Музу. Я всегда называла его просто дракон. Но для меня это был просто дракон, да. А ещё, помню, мне нравились Тираннозавр. Не, не, Тираннозавр. Он как-то назывался не... Ну, у него точно было в названии приставка Тиран. Ну, вот это точно помню. Знаете, я хотела сейчас найти школу драконов, потому что, ну, именно из-за неё я и пошла в плеймаркет искать там какие-то игры в первую очередь. Ну, знаете, я недавно видео смотрела, в котором говорили, что типа вот школу драконов эту игру удалили, потому что типа боссов она не приносила разработчикам. Ну, это печально на самом деле, потому что я хотела в неё поиграть, помню, год назад играла в неё. Но она, кстати, из-за... говорили, что типа в видео, что она была какая-то баганая и не очень... какая-то довольно баганая, потому что её не обновляли давно. Там было много доната. Это, кстати, две причины, по которым я перестала играть в такие игры. В эту игру. Во-первых, потому что у меня там было какое-то задание, может, кто-то помнит. Там, короче, надо было какое-то, по-моему, зелье, что ли, приготовить с ночным сиянием. Там вот это ночное сияние разводило костёр под каким-то... Ну, я не знаю, можно ли это назвать кастрюлей больше похоже на... Ну, что это может быть похоже? Я не знаю. Короче, какая-то... какое-то непонятное блюдце там было. Ну, нет, это не блюдце. Ну, просто какая-то ёмкость там была. А вот это... Я не играла в это, надо будет подержать. Вот, короче, там был какой-то блюдц, там была какая-то ёмкость, я подогревала ночных сиянием, короче, в этой ёмкости надо было готовить какое-то деле. У меня это задание заглючило, и я не смогла... Как-то забагалось у меня это задание, не смогла пройти дальше, не смогла выполнять дальше какие-то миссии. Ну, и донат, конечно, да. Там в самом начале игры много вещей, было много вещей, которые меня интересовали. Ну, никак, как сказать, немного, но они всё-таки были. И, понимаете ли, они все были платные, причём там цены такие были. Я, кстати, недавно когда-то видео смотрела, в котором рассказывали про удаление про удаление вот этой вот игры. Там было сказано, типа, что... что-то про донат, короче, было сказано. И да, там, кстати, мне память не изменила. Там реально какие-то буснословные суммы. ещё в долларах. Ладно, не будем углубляться в доллары. Блин, кстати, помню, в похожую игру играла. Как вот этот вот Dragon's Titan апс... априсинг. Или как правильно ударение ставить. Ну, короче, поиграю я во все эти игры, которые новые появились, потому что раньше я их не видела. Ну, скачивала я всё подряд, я же вам говорю. Хотя больше мне, кстати, интересовали 3D. Вот, кстати, почему все игры копируют аватарку игры Monster Legends. Кстати, Monster Legends сейчас называется как-то по-другому. Типа, легенда о монстрах. Хотя раньше было на английском Monster Legends. Там ещё, помню, был какой-то динозавр, тоже мне очень нравился. Там был... Ну, который был с приставкой Тиран. Не Тиранозавр, а... Тиранорекс. Нет, не Тиранорекс. Ну, как он... Вот этот монтаж. Ну, как его звали? Не помню. Всё, не помню. И у него, короче, был какой-то Брад... Близнец. Ну, короче, какой-то похожий вид. Только тот зелёный дракон, который... Ой, динозавр, который на него был похож, он был зелёный. И у него были шипы. И он был более сильным. У него другая редкость ещё была. Давайте сейчас... А, нет, Monster Legends же вот тут тут нет. Давайте я посмотрю. Вот тогда вот здесь вот. Monster Legends... А чё, почему я ничего не нашёл? Какие русские сериалы, что... не, ну, подождите. Давайте на английском введу. Нет, давайте легенды о монстрах. Да, всё нашло. Вот эта игра. Мне она чисто нравилась из-за того, что там был дракон Музу. Вот раньше я всегда, как только начинала играть, я сразу добивала там все... Где-то 16 уровень, по-моему, должен был быть, чтобы ты смог вырасти первого дракона водяной стихии. И там, короче, типа, надо было. И там, короче, я сразу брала свою вот эту вот земляную гориллу, вот эту вот слезняка водяного. Ну, это был не слезняк, это было какое-то морское чудовище просто. На левиафана смахивала. Ну, и, короче, я помещала их в... О, как она называлась? Сочетальню? Ну, вообще-то она называлась не сочетальня, по-другому. Ну, короче, помещала их в какую-то пещеру, на которой было нарисовано сердечко. И потом я всегда думала, блин, вот бы, вот бы, вот бы это был дракон, вот бы это был дракон. Ну, его называли музу, но тогда еще игра была на английском, и я просто не знала, что надо правильно прочитать, что правильно будет музу, а не просто дракон. Драконы там, на самом деле, еще и другие были. Хотя я больше помню динозавров. Там был еще один какой-то какой-то динозавр, который, которого, короче, это был какой-то полосатый тираннозавр, такой зелено-бежевый, у него была бежевая брюшка, а сверху он был такой зеленый, болотного цвета, с полосами, и не знаю, зачем, ну, хотя это монстры, да, ну, короче, этот тираннозавр решил, что он современный и выгрузил себе на спину какие-то пушки современные. Ну, получился какой-то, не знаю, тираннозавр, тирана, истребитель? Да, в расчете монстров. Не, я в эту игру не играла. Ну, было такое, ну, была такая, была такая еще игра, где, короче, надо было выращивать каких-то динозавров, потом ходить продавать их, потом ходить по парку продавать их, да, знаю, как-то странно объяснило, это была, кстати, 8-битная игра, но на нее можно было играть не только на каких-то там старых приставках, не на какой-то там дэнди, да, короче, можно было играть на обычном телефоне, она мне раньше нравилась, когда я еще совсем мелкая была, вот еще по-моему какая-то игра про дракона была, блин, что за игра была, не могу вспомнить, что мои наушники пикают, короче, не могу вспомнить, какая-то и тоже игра про драконов была, в общем-то, много на самом деле игр про драконов скачивало, очень много, кстати, скачивало также аддонов для Майнкрафта на драконов, только на драконов, только про драконов, только про драконов, всегда у меня были только про драконов, вот там могло быть какой-то аддон на ТНТ, но это была редкость, я любила все в Майнкрафте взрывать всегда, поэтому я иногда сейчас скачивала и аддоны на всякие ТНТ, и аддоны на всякие ТНТ, но обычно у меня всегда были аддоны на драконов, только на них, что это за клон, помню, кстати, какой-то клон Майнкрафта играла, он, кстати, такой странный был на самом деле, там еще, кстати, драконы ходили по открытому миру, пытались меня замочить, а в итоге мочила их я, забирала их яйца и делала такую полочку, помню, у меня был дом из земли, и я поставила это яйцо на полочку, типа, ну, короче, прикольная игра была, надо будет найти тот клон Майнкрафта, ну, ладно, видео идет уже почти 30 минут, пора закругляться, но вроде бы про все игры я вам рассказала, нет, вообще, я думаю, не про все игры, не про все, ну, вот эта вот игра, Dragon Sim, ну, не знаю, что сказать, там просто, короче, летаешь, ну, там как в Вилдкрафте только с драконами и способностью летать, ну, и там выпускать там огонь, лед, онлайн, там еще есть, хотя мне не очень нравится онлайн, потому что там всегда какие-то мега прокаченные игроки, и только я там какой-то, тот самый, какой-то, какой-то, не знаю, какой-то цыган там, что ли, бегаю среди них всех, они там с одного удара всех боссов мочатая, просто, как, ну, как это сказать, какой-то бродяга, бродяга среди них, выгляжу, а мат Dragon Defense, там, кстати, просто нужно дракона прокачивать, там есть уровни, и там, чтобы проходить дальше и дальше, надо прокачивать своего дракона, там, короче, есть дракон, состоящий с черных костей, это игра 2D, и там есть дракон, который может плеваться лазером, вот таким вот, фиолетовым, может плеваться лазером, может, есть еще дракон, который может пускать электричество, есть еще огненная голова, ну, это четырехглавый дракон, кстати, и еще есть ледяная голова, а еще у них есть дети, ну, точнее, как сказать, они там по-разному называются, я там помню, был ледяной принц, так, с английского вроде можно перевести, там, какой-то владыка бездн, бездны, безд, эээ, владыка бездны, по-моему, еще было там такое, ну, как-то так, короче, там еще, помню, можно было прокачаться до такой степени, что, короче, ты мог сам типа бомбочки ставить, ну, знаешь, такую бомбу, типа замедленного действия, ставишь ее, короче, какое-то время проходит, и она приходит, короче, в действие, если ее, конечно, заденет кто-то из врагов, ну, ты можешь просто сам идти по дороге, но это редкие уровни такие попадаются, а бывает, просто ты на месте стоишь и тебя мочат, ну, точнее, пытаются замочить, но обычно ничего не получается у врагов, и по итогу мочат их самих, вот так вот, блин, столько всяких симуляторов тут на самом деле есть, о, дроган, прикольно, ну, а то еще посмотреть надо, это может быть фотошоп, ну, ладно, всем пока, это что-то уже долго запись идет,